Долматов Валерий Александрович Долматов Валерий Александрович Подожди-подожди Момент важнейший Из косточек ли и от кого? Из косточек от тебя С этого момента подробней Это важно Меня же долбят Что я халтурщик Раз косточки рассылаю Ну те косточки Которые в 14 году ты привозил Мы в 14 году посадили Ух ты Я слышу с удовольствием. Они заплодоносили и получились разные плоды. Красноплодные плоды, но у них небольшая кислинка. И только сохранилось название, что три крайних косточки были посажены. Это сорт Амур. Очень крупный, очень сладкий, очень сочный и очень вкусный. Косточка отделяется прекрасно. Из всех этих сортов мы наварили варенье. Людмила даже сказала, а вот этот говорит, давай не будем варить, давай в свежем виде съедим. Гораздо вкуснее, чем на рынке продают даже южные сорта. То есть, сорт прекрасный, Амур. И он нам очень понравился. Я собрал с него косточки, значит, от этих, которые съели абрикосы, и снова посадил их. Буду ждать опять снова урожая. Через сколько лет? Ну, получилось где-то через семь лет. Ну, вот тут у меня еще информация. Валера, ты просто сделал мне рождественский подарок. Я тут грешу, фильм снимаю для будущих студентов. Думаю, а вдруг я это, грешник, и вдруг такой подарок. Ты правильно сказал, косточка отделяется, значит, никакой ошибки. Амур. А то, что очень крупный, у него обязательно, это я как бы расшифровываю, у него обязательно есть второй супруг. А они-то рядом с Амуром растут, королевские академики. Фаины. Поэтому, ничего удивительно, что косточки получились плоды. Сам Амур не крупный, 25 грамм максимум. Ты представляешь, какое чудо ты совершил, мы совершили. Вот. Вот там еще один сорт есть вдалеке, тоже записи, к сожалению, нету. Он гораздо позднее поспевает, еще крупнее Амура, но кисловатый, прямо кислый-кислый. А, манчжуриц, манчжуриц это, это называется манчжуриц, это плебей. Вот. Но его, его, кровь манчжурца, в культурных, гарантирует морозостойкость. Поэтому, извини, что с кислинкой. Вот. Свободное опыление. А вот послушай, Валер. Значит, он позднее созревал намного, размер такой же крупный, как у Амура, или даже некоторые экземпляры крупнее, чем у Амура. А цвет у Амура вот оранжевый, а этот желтый. Он даже не был, то есть даже до оранжевого не дошел. Ну, Амур испорчен. Настоящий Амур, он красный. Какой, какой? На маточном дереве Амур был красный. Несколько поколений... Красный? Несколько поколений, привитых на желтый манчжуриц, постепенно красную краску убрали. И только в некоторых случаях у меня есть фотографии. Вдруг опять снова резко красный. Но это уже называется расшатанная наследственность. Ну, ты-то понимаешь, ты грамотнее меня. Угу. Ну, происходит же, даже когда происходит опыление перекрестное, там всякие пыльчата, несут свои гены и происходит смешивание. Обязательно идет изменение сорта. Ага, ты говоришь кощунственные вещи. Это же уже не наука, это уже антинаука. Хе-хе-хе. Ну, ладно. Ну, в общем, спасибо тебе, спасибо большое. Шесть трехлитровок наварил варенье. Хе-хе-хе. Здорово, поздравляю с вареньем. Слушай, еще пару минут потрачу. Не могу успокоиться. Итак, цитата, сказанная выпускнице Темиряджики, которая сказала, что 70 лет прожил ума не нажил. Представляешь? Вот. Она заявила так. То, что Железов продает косточки, но тебя-то я их не продавал. Так вот, то, что Железов продает косточки, является обманом и мошенничеством. Знаете? И дальше цитата ее. Вот. Которая войдет когда-то в энциклопедии, уже как это, глупость. То есть, у Железова в саду свободное опыление, значит, из его косточек вырастут растения, которые дадут цитата, дословно я, дадут дички и жердели. Ну-ка, сколько у тебя дичков получилось из моих косточек? Ну, ты знаешь, вкус у всех был нормальный. Даже вот самые мелкие, где-то всего, даже вот были такие экземпляры несколько штук. Я их пока оставил, но потом, наверное, буду удалять. Где-то два сантиметра в диаметре всего. Но вкус хороший все равно. То есть, есть вот такие мелкие, косточка мелкая у них, околоплотник тонкий, небольшой. Вот. То есть, выскочили и такие. Теперь, значит, вот чуть-чуть покрупнее, которые красные, прям бордовые. Ну, у них аромат хороший. Вот они на варенье пошли. У меня даже варенье получилось и такое темное, вот из этих из красных. Преимущественно красные. Я помню, ты там говорил, какое-то красное название, как-то назывался. Ну, я не помню просто их. Видишь? Потому что столько лет... Серафим, Серафим. Он практически красный изначально, но он тоже испорчен у меня. Прививки опять привели к укрупнению. И в то же время есть у меня только супер Серафим. Огромные плоды, чисто красные. Но это случайно выскочило. Угу. Ну, видишь, если черенком прививаешь, конечно, там... Меняются. Раньше я, молодой Железов, начал печатать статьи и цитировал сам себя. Значит, мы делаем прививки для того, чтобы первое, главное, сохранить сорта. А потом, оказалось, я их все поперепортил. Слушай, ну, когда косточками, все равно интересно. Интересно получается. Ты этим резюкам скажи. Есть конкретные люди. У них есть конкретные фамилии. Они являются лидерами на огромном сайте. Миллион сто тысяч подписчиков. Туманово. Там они делают погоду. Там они учат то что-то хорошее, то обязательно что-нибудь такое, что тысячи людей начинают калечить деревья. Вот, и главное, что когда мой брат решил заступиться за деревья, мол, нельзя их калечить, нельзя это... Ну, выдумано, что они неправильные. Вот. Он получил такое от них это, что пришлось мне вмешаться. И вот такими вот случаями, как твой, спасибо Богу, что он это, что ты мне позвонил Рождество. Я думал, я грешу, а ты мне раз преподнес с косточей культурные плоды. Очень рад. Очень рад. Ты знаешь, я еще один момент хотел рассказать. В 1961 году мы ездили в станицу Горлыкскую к дедушке с бабушкой. Но это родители моей мамы. Валера, перебью на секунду. Это будет... Меня ругают за длинный фильм. Это будет следующий фильм. Итак, прямо... ... ... ...